МОЗОРСКОЙ НПЗ 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 МЕРОСКОЙ НПЗ МОЗОРСКОЙ НПЗ МОЗОРСКОЙ НПЗ МОЗОРСКОЙ НПЗ МОЗОРСКОЙ НПЗ С 22 по 25 сентября будут одобраны только лучшие спортсмены команды. И сразу скажем, что в их числе мы увидим представителей нашей сборной сборной Гомельской области. Вы знаете, каждый результат важен и здесь нет случайных людей. Здесь ни один человек не приехал, надеясь на госпожу Фортуну. Все люди приехали с надеждой победить и полны уверенности и сил в этом плане. Ну а в отношении того, что надеемся ли мы, да, мы очень часто занимаем, скажем так, первые места в этой республиканской спартакиаде. И надеемся в этот раз тоже не опустить эту планку, которую подняли когда-то давным-давно. В рядах сборной Гомельской области видную роль играли представители Мозорского нефтепрабатывающего завода, которых возглавляла и координировала инструктор коллектива физической культуры нашего нефтяного гиганта мирового значения Виктория Владимировна Жадько. Настроение у ребят достаточно боевое, я надеюсь, что все получится. Единственный нюанс, что день достаточно насыщенный, потому что как и у футболистов, так и у девочек по 4 игры, ну, поэтому немножко будет тяжеловато в этом плане, учитывая погодные условия, ребята играют на солнце. То есть, ну, вот такой нюанс. А в целом, конечно, мы надеемся, что все получится. У ребят с первой игры задастся определенный тонус боевой и мы будем надеяться на дальнейшую победу. Интервью Виктории Владимировны мы записывали в перерыве футбольного матча между командами Гомельской и Витебской областей. Приятно отмечить, что сборная Гомельской области была целиком и полностью сформирована из представителей Мозорского НПЗ, которые выступали просто блестяще. В своем первом поединке наши ребята со счетом 3-1 обыграли соперников и хотя матч получился чрезвычайно упорным, преимущество сборной Гомельской области ощущалось и разница в счете, пожалуй, отлично характеризует соотношение сил в данном спортивном сражении. Я считаю, что задачи справились, забили свои голы, а там уже играли по счету. С прошлого сезона футбольную команду Мозорского НПЗ усилил Дмитрий Харитончик, еще недавно игрок команды Высшей Лиги Белорусского чемпионата Славия Мозорь, который и в этих, по сути дела, любительских соревнованиях играет очень увлеченно. Конечно, интересно. Как бы встретить даже старых знакомых, увидеться, пообщаться. Турнир получился очень скоротечным и для футболистов, которые обычно играют в другом графике, важно было не только удачно сыграть матч, но еще и оставить силы на предстоящий поединок. Или? Ну, в каждом матче надо полностью улаживаться, чтобы победить. У нас задача стоит, как бы, занять первое место. Отлично на этом турнире, впрочем, как и всегда, сыграл галкипер команды Мозорского, нефтепрабатывающего завода Олег Дубовец, настоящий лидер коллектива. В какой-то степени его душа. Очень красивые наши игроки, нормально все сыграли, все молодцы. Покрытие скользкое в кедах, будто их не разрешили играть. Играем в кедах скользко где-то упал, можно поломаться даже. Ну, так, вроде бы все нормально. Так случилось, что сразу после своего первого матча нашим футболистам пришлось играть второй поединок против команды Минской области. И в этой связи ничью 0-0 следует считать хорошим итогом. Тем паче, что в борьбе за главный приз все зависело от умения наших футболистов, которым всего-навсего нужно было победить в двух оставшихся поединках. Эта задача была решена, и футбольный турнир, один из самых престижных видов программы, остался за сборной Гомельской области, то есть за командой Мозырского НПЗ, в которую помимо Лавренчука, Харитончика и Дулуба входили Александр Чуб, Валерий Новоселов, Евгений Величко, Владимир Колоцей и Кирилл Муравьев. Параллельно с футбольным турниром проходило волейбольное перенство, где тоже сборная Гомельской области была сформирована из представительниц Мозырского НПЗ. И девушки просто не могли не поддержать почин футболистов, и сразу скажем, им это удалось в полной мере. Показательным стал первый матч, в котором наша команда встречалась с соперницами из Витебской области, в прошлом году завоевавшими серебряные медали. Казалось, встреча чемпиона и вице-чемпиона Спартакя до 2015 готовит бескомпромиссную борьбу, а нет. Сборная Гомельской области, составленная, напомним, из Мозырянок, уверена, со счета 2-0 обыграла Витебскую сборную, и все, кто видел этот матч, понимал – наша сборная безусловный фаворит. Первая игра у нас была с Витебской областью, мы ожидали немножко сильнейшего соперника, но девочка есть одна, которая была у нее в команде в прошлом году, в этом году она в декретном, поэтому ее нет, поэтому команда немножко слабее стала. У нас еще соперник будет, я так думаю, что основной – это Минская область, у нас с ними сегодня игра в третья. И вторая, и третья, и четвертая игра турнира – все они закончились победой нашей команды, которая заняла первое место, завоевав золотые медали и проявив себя с самой лучшей стороны. Козырь нашей команды – это то, что каждый игрок выполняет свою работу, что он должен. И подача, и атака, и прием. То есть это делают все, без исключения. Так как не высшая лига, и на основном нет времени тренироваться с соперником, поэтому мы играем через две связки. То есть у нас связка – это Елена Мандрагель и Настя Накулец. Первый темп – центральная блокирующая – это Екатерина Коноплевича и Алю Корнелева. И доигровщики – у нас Наталья Кашина и Елизавета Москаленко. Стараемся поболеть за всю Гомельскую область, так как общекомандное место. Вот приятно, если мы займем первое. Поэтому стараемся и поболеть, и играть, и выиграть первое место. Юлия Константиновна – в прошлом игрок профессиональной команды «Жемчужная Полесья». Сейчас тренер одноименность Дюшор. Все это значительно помогало Юлии сформировать команду и налаживать взаимосвязь на площадке. Тем паче, что рядом были подруги по команде, как, например, Елена Ивановна Мудрогель – тоже волейболистка профессиональной «Жемчужной» в прошлом, и так же, как и Юлия – наставник молодых спортсменов сейчас. Здесь нравится, всегда приятно сюда приехать. Первый матч прошел с Минской областью, выиграли, можно сказать, легко. 2-0, до двух побед играют. Ну, в принципе, здесь все хорошо. Все выступления Елены Ивановны на волейбольной площадке в качестве игрока внимательнейшим образом отслеживаются ее воспитанницами из Дюшор «Жемчужной Полесьи». Девочки гордятся своей наставницей, им очень приятно, что их наставница может не только научить победам, но и личным примером показать, как их добиваться. Конечно, воспитанницы ждут, они тоже сейчас находятся на сборе. Пришлось их покинуть на пару дней. Конечно, всем будет приятно, и нам в том числе. Еще одна представительница «Жемчужной Полесьи» вчера и сегодня – Елизавета Москаленко. Раньше игрок, сейчас тренер, отвечающий за статистический анализ матча. Как видим, Лиза в хорошей форме и для таких любительских соревнований. Ее игра – это игра высочайшего класса. Все получается. Единственное, много нас на площадке, 6 человек, потому что играли 3 человека на площадке, 4. Поэтому мешаем чуть-чуть друг другу. Ну что же, будем ждать от нашей команды победы уже на межаторслебу и Спартакеаде. А что касается данных соревнований, то в них волейбольная победа в Кавале, кроме Корнеева Мудрагелия Москаленко, Екатерина Коноплич, Анастасия Маргулец, Наталья Кашина и Марина Охраменко. Еще один игровой вид спорта, где представители МОЗОРСКОНПЗ добились успеха – настольный теннис. В нем честь сборной Гомельской области защищала Анна Алексеева, начавшая свои выступления с третьего места в индивидуальном разряде. В индивидуальных играх я заняла третье место. Рассчитывала, конечно, повыше место заработать, выиграть. Но не получилось, потому что все соперницы достойные. Каждый год уровень только растет. Но по итогам игр третье место считаю тоже очень хорошим. В паре Анна тоже завоевала бронзовую медаль. И такой же результат – третье место – показал плавец МОЗОРСКОГО НЕФТЕПРОРОБАТАЮЩЕГО ЗАВОДА ВИТАЛИЙ ПОЛУШКИН, который и в личном турнире, и в эстафете в составе сборной области приплывал к финишу третьим. Ну а от гиревика Сергея Дорошко ничего как победы и не ждали. Ведь он – ответ МОЗОРСКОГО НЕФТЕПРОРОБАТАЮЩЕГО ЗАВОДА спортсмен экстракласса. И победа на гиревом турнире была делом чести, как для самого Сергея, так и для коллектива физической культуры, который он представляет. Я участвовал в весовой категории свыше 90 кг, возрастная группа старше 35 лет. Регламент времени – 10 минут, рыбок гири – 24 кг. В течение 10 минут я поднимал гирю 24 кг, 214 кг. Хотелось бы отметить, что у нас судейство очень жесткое было. Как бы не жесткое, а правильное. Разогнаться не давали, все четко, фиксация. Смотрели технические ошибки. Ну, довольно сложно было. Победа Сергея Дорошко во многом поспособствовала общему успеху всей сборной Гомельской области, которая заняла первое место и завоевала большой кубок победителей этой спартакиады, опередив команды, занявшие второе и третье места на пьедестале почета, сборной Минской и Могилевской областей. Конечно, мы очень довольны, мы вообще гордимся. Это ребята просто молодцы, ребята, которые показали такие хорошие результаты. Потому что в этой спартакиаде принимали участие коллективы достаточно больших предприятий. Это и «Беларусьнефть», и «Нафтан», это «Белкалий». И ребята показали и стали первыми, скажем, в футболе, волейболе. Девчонки были молодцы. Ну, дорожка тут вообще вне конкуренции. Вот. И то, что третье место у нас и по плаванию, и в теннисе, это, я считаю, хороший результат. Ну, сейчас мы, конечно, готовимся уже представить «Белхимпрофсоюз» на Республиканской спартакиаде Федерации профсоюзов. Ребята готовятся. Поэтому я думаю, что будут тоже хорошие достижения. Выступление спортсменов Мозорского нефтепорабатывающего завода иначе как блестящим не назовешь. Шутка ли? Все представители столицы Полесья, что защищали честь сборной Гомельской области, на Республиканской спартакиаде работников нефтехимического комплекса вернулись на родное предприятие с медалями. Этот результат – следствие работы профсоюзной организации Мозорского нефтепорабатывающего завода, которая очень много работает, в том числе и над организацией физкультурно-массовой работы на предприятии, увлечению спортом заводчан. А ведь это порой бывает ой как непросто – увлечь спортом человека, который трудится на предприятии и в свое свободное время планирует отдохнуть, а тут ему – спорт. Теперь все силы наших лучших спортсменов заводчан будут брошены на подготовку, а затем и участие в Республиканской межоторслевой спартакиаде. Уже само участие в этом старте говорит о высоком классе спортсмена или спортсменки, о завоевании медалей и вовсе. Возводит ее обладателя в ранг корифей любительского спорта. Нет сомнений, что среди соискателей наград да что там, их обладателей будут представители нашего предприятия мирового значения Музырского нефтеперерабатывающего завода. Музырского нефтеперерабатывания